Коллеги, добрый день! Сегодня я хочу рассказать вам про то, как формируется мысль, что такое мысль с точки зрения той теории сознания, которую я разрабатываю. Если мы посмотрим в интернете или спросим у психологов, учащихся в университете, на психологическом факультете, что такое мысль, мы обнаружим, что мысль называется какая-то когниция, умозаключение, процесс функционирования мозга, процесс функционирования психики, абсолютно ничего не объясняющие нам фразы. Это все равно, как я бы сказал, что дерево – это одно из деревьев, которые растут в лесу. В лесу много деревьев, у других такие-то листочки, у других такая-то кора. Это все чушь собачья, потому что это не объясняет главного. Почему же люди не объясняют нам, что такое мысль? По очень простому поводу, по очень простой причине, потому что они не знают, как работает сознание, и не знают, соответственно, что такое мысль. Я тоже не знаю, как работает сознание, но я думаю над этим, и у меня есть кое-какие мысли по этому поводу. Итак, что такое мысль? Основной постулат, который мы должны помнить с вами, если мы придерживаемся теории нейронной сети, теории сознания в нейронной сети, это то, что нейронная сеть стремится к одному, к успокоению. Все, что происходит в нейронной сети, все, что происходит в нашей психике, все, что происходит в нашем сознании, имеет одну единственную цель. Для нас это жить и выполнять какие-то цели, но на самом деле для нейронной сети это попытка успокоиться. Когда возникает мысль, нейронная сеть пытается успокоиться? Да нет, конечно. Мысль не возникает. Мысль есть ответ на раздражение нейронной сети. Нейронная сеть раздражена каким-то фактором, который попался в наш зрительный или слуховой канал. Или нам вдруг внезапно стало больно. В определенном участке нейронной сети возникает напряжение. И как же нейронная часть снимает это напряжение? Она же не может себя разглазить. Она должна сформировать другое напряжение на нейронной сети. Другое напряжение в другом участке нейронной сети. Которое каким-то образом нивелирует, снимет напряжение в этом участке, в котором оно возникло. Таким образом образуется вектор между первичным участком раздражения нейронной сети к тем участком, который мы раздражаем. Как мы можем раздражить участок нейронной сети? Она нам не подвластна. Но у нас есть зрительный и слуховой, и иные каналы восприятия. Если объект раздражения находится в зрительном канале, для примера, это какой-то человек, агрессивно идущий с нами какую-то беседу. Какое действие совершим мы, чтобы унять это раздражение нейронной сети? Мы должны сформировать напряжение в той части нейронной сети, допустим, которая отвечает за размахивание руками. И активизируйте влепительную. И раздражение нейронной сети уймется не тогда, когда мы его влепим, а тогда, когда мы примем решение влепить. С помощью зрительного видеоряда зрительной картинки мы сформируем напряжение в нейронной сети. Мы почувствуем, мы обратимся к тому участку сети, где у нас были запомнены наши тренировки, наши драки и что-то еще другое. Тут участок нейронной сети будет возбужден. И в этот момент у нас возникает мысль. Не раньше у нас возникает мысль, давай-ка я его ударю. Мысль возникает как ответ на раздражение и как одновременно попытка выхода из него. И в нашем языке есть очень много примеров, иллюстрирующих то, что я прав. Например, такое выражение «В его голове вихром принеслись мысли». Это происходит, когда человек что-то увидел, и вот писатель пишет «В его голове вихром принеслись мысли». Да с чего вдруг в его бедной голове вихрем пронеслись мысли? Не чувства. Чувства он уже испытывает, а мысли. И почему вихрем? То есть одна за другой в бешеном порядке. Потому что он пытался подобрать ключик мыслями, Ну, с одной стороны, первое приближение. Мыслями он пытался подобрать ключик к тому, чтобы унять раздражение нейронной сети. То есть ту картинку, которую он увидел, как-то разместить в своем сознании, как-то свыкнуться с ней. Или второе, он формировал такие раздражения в своей нейронной сети, обращался к таким участкам нейронной сети, которые отвечают различным вот таким мыслям, которые он передумал. Он обратился к одному участку нейронной сети, свернувался вектор от первичного раздражения к этому участку, свернувалась мысль, отвечающая. Это как бы как ключ. Да, свернувалась мысль, она промелькнула, раздражение не унялось. Промелькнула перед его сознанием, между прочим, перед его глазами, прямо перед зрительным каналом восприятия. Тогда он обратился к другому участку нейронной сети. Сомневалась другая мысль, похожая. И вот мысли чередой пронеслись в его сознание. Вот так работает нейронная сеть. Теперь посмотрим, как для человека она работает. Для человека она работает следующим образом. он видит раздражающий фактор. Через некоторое время он чувствует сильное раздражение от этого фактора. И приходит эмоция. Эмоция сама не гасит, не раносит, она наоборот ее раздозоривает, она его разжигает, она его раскачивает. Вот он продумал мысль, а надо его ударить. он продумал эту мысль. Для него самого это продумывание мысли есть некоторые усилия, некоторые когнитивные действия, в результате которого он ударил, принял решение, ударил, и нейронная сеть успокоилась. Вот как думаем мы работает наше сознание. А наше сознание думает совершенно по-другому. и наша мысль только отражение принятого решения, отражение некоторого вектора сознания, вектора от раздраженного одного участка неронной сети, который раздражался спонтанно, к тому участку, который мы раздражаем специально. Усилием, волевым усилием. Все, спасибо, дорогой. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok